За этими воротами месяц и две недели назад появился девятый житель. Вероника седьмой ребенок супругов Аношиных. А в этот дом семья переехала три года назад, когда в трехкомнатной квартире места, тогда еще с пятью малышами, стало не хватать. Благодаря программе «Молодая семья» и материнскому капиталу сейчас комната есть даже у новорожденной Вероники. А 15 лет назад, когда Анжела и Николай поженились, они и думать не думали, что их семья так разрастется. Молодоженам тогда, кстати, было по 17 лет. Я после первого кричала, что больше рожать не буду. Больше рожать не буду, рожайте сами и все. Срок этому «все» был 6 лет. После старшего Максима появился Рома. А после Рома уж Саша, Валера, Лиза, Настя и Вероника. Чтобы такой детский сад прокормить, папа взялся за бизнес. Причем, можно сказать, по профилю. Открыл магазин детского питания. Делать футь-фу в гору идет, говорит глава семейства. У меня сама семья многодетная. То есть я родился, а в 17 лет было 5 лет. Мне это все привычно. Ну и как с Божьей помощью. Как говорится, Бог даст роток, даст и кусок. Пока папа занят в магазине, у мамы своя работа. Дети. Занять всех семерых интересным делом непросто. В маленьком городке отдать-то детей особо некуда, сетуют родители. Из местных возможностей семья выжимает максимум. Музыкалка и судомодельный старшими уже освоены. Занимаемся военными кораблями. Но я хочу сделать Титаник. Это будет сложно, потому что он, как бы, ярусов у него. Ну, будем пытаться. А маленькие пока резвятся дома. Для них на втором этаже устроили настоящий спортивный зал. Прибавить к семье еще голосов Анжела и Николай совсем не против. Было бы здоровье, а вместе мы не пропадем, говорят родители.